Я верю, что Дух Божий, Он действует через Слово, через молитву, через поклонение. Пусть сегодня Господь нас наполняет и благосовит нас. И Слово Божие, когда мы читаем в Библии, в Ветхом Завете, это образ был манны. В Ветхом Завете это была манна, и мы видим, что Господь давал ее на каждый день. И сегодня мы тоже имеем эту прекрасную возможность напитать свой дух, напитать своего духовного человека, чтобы нам продолжать идти дальше. Потому что Слово Божие, это написано, светильник нашей ноге. Слава Иисусу Христу! В прошлый раз, прошлая тема моей проповеди была о призвании. И я говорил о важности, о том, что для каждого христиана очень важно находиться в своем призвании. И мы знаем, что в Слове Божьем написано, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Абсолютно все. Если ты сегодня находишься, возможно, в каких-то обстоятельствах стесненных, какие-то ситуации, какие-то сложности происходят в твоей жизни, но ты должен понимать, если ты призван Господом, все это Бог обязательно обернет во благо. И сегодня тема моей проповеди называется «Ковчег спасения». И она будет в унисон, она будет в продолжении той темы о призвании. И вы помните, когда я говорил о призвании, я привел в пример некоторых героев Библии в Ветхом Завете. И мы сказали о том, что эти люди, они были призваны явить образ Иисуса Христа. Для нас сегодня, читающих Ветхий Завет, чтобы мы, грядущие поколения, будущее, мы могли читать и мы могли видеть Иисуса Христа точно так же сегодня и с нами. Ты, возможно, задаешь вопрос, а что, какое мое призвание, я хочу сказать, номер один, призвание каждого христианина, каждого верующего человека, являть Иисуса Христа, являть образ Иисуса Христа в своей жизни, в своих поступках, на работе, в служении, в семье, в отношениях с людьми. И можно продолжать этот список абсолютно везде. И я хочу сегодня говорить, я думаю, многие из вас понимают из названия «Ковчег спасения». Я хочу говорить сегодня об одном из мужей веры. Это Ной, это Ной. Удивительная история, удивительный человек. И я сегодня хочу показать на примере этого человека, на примере Ковчега, какие образы сегодня несут они для нас. И давайте мы откроем книгу «Бытие», шестая глава, и будем читать с девятого стиха. Книга «Бытие», шестая глава, будем читать с девятого стиха. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. «Ной ходил пред Богом, Ной родил троих сынов, Сима, Хама и Афета. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями, и возрел Бог на землю, и вот она растлена. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое. «Ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гафер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так, длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устроив в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Слава Богу, очень интересная история. И я хотел вместе с вами сегодня поразмешать об этой истории, об этом человеке. В то время, вообще, богословы, историки говорят, что Ной был в десятом поколении после Адама. И что самое интересное, да, они жили, Ной прожил больше 900 лет. И именно когда ему было 500 лет, тогда он получил вот это призвание, вот это откровение от Господа построить этот ковчег. И первые стихи, которые мы читали, 9 стих, он говорит, что Ной был человеком праведным и непорочным, вроде своем. Представьте, там написано, если вы прочитаете сами самостоятельно всю эту главу, вы увидите, что люди того времени, они были развращены. Настолько, столько много было, они были особенно переполнены грехами, различными поступками, которые разгневали, просто вызвали гнев, праведный гнев Бога. Потому что мы сейчас будем по порядку проходить, и мы увидим реакцию Бога на грех. И что интересно, здесь написано, при всей этой ситуации, при том обществе, в котором жил этот Божий человек, представьте, Ной, он имел внутри себя такой сильный стержень, что он шел против этого общества. И сегодня, вы знаете, мы, слава Богу, мы не одни, да? Сегодня мы не одни, несем Божьи законы, несем Божьи откровения, мы исповедуем Иисуса Христа, мы исповедуем сегодня библейские ценности в нашей жизни. Представьте, нас сегодня тысячи, миллионы, десятки миллионов по всему миру, да? Но представьте, в то время Ной, он был единственный человек в своем обществе, которого Бог назвал праведным. Все остальные люди, они были развращены, они были увлечены грехами. И я размышляю, думаю, Господи, сегодня я новозаветный христианин, сегодня со мной меня окружает много людей, братьев, сестер, у нас есть церковь, и мы сегодня имеем общение с Духом Святым, но иногда я замечаю по себе, что я не имею такого сильного стержня. Поймите, то, что там происходило, это не событие одного дня, это не событие нескольких лет, это происходило на протяжении ста лет. Представьте, Ной строил ковчег сто лет, сто лет он видел, как все это происходило вокруг него. Многие люди, они слышали, и мы немножечко позже вернемся к этому и поразмышляем об этом. Мне очень нравится выражение, которое здесь написано, Ной ходил пред Богом. Что это значит, драгоценные? А я скажу, что это значит. Это означало то, что Ной, он совершал свою жизнь так, что он знал, что Бог наблюдает за ним каждую минуту, словно Господь, он физически присутствует каждый день, куда бы ни шел, но и что бы он ни говорил, он всегда понимал внутри себя, я хожу перед Господом, Бог со мной. И я сегодня понимаю, что нам иногда сложно, конечно, это понять, вот так, потому что мы двигаемся верой сегодня. Но представьте только на одну минуту. Представьте, если бы Иисус Христос сказал, а сегодня мне нужно быть в Твоем доме. Представьте, или, может быть, сказал Иисус Христос, а сегодня я хочу познакомиться с Твоей семьей, или я хочу прийти физически, хочу прийти в Твою церковь, хочу прийти в Твое служение, хочу прийти на Твою работу, я хочу прийти и посмотреть на Твои отношения. Что бы мы делали, друзья? Мы сами можем дать, каждый может себе дать ответ на этот вопрос. И я понимаю, что еще, наверное, многое в моей жизни мне пришлось бы прямо сейчас изменять, что-то корректировать, потому что сам Иисус Христос придет. Но и жил так каждый день. Друзья, он каждый день, он жил с одной мыслью, сейчас со мной Бог. Я хожу перед Богом. Вот что, друзья, мотивировало и помогало Ною сохранить те божественные истины, которые он носил в себе. Представьте, весь мир был развращен. Ему приходилось одному идти против целой системы того времени, того мира, той моды, тех, как отдыхали люди, да, тех образов, тех образов того мышления и так далее, той культуры, в которой он находился. И мы знаем, что апостол Павел, он приводит в пример, но и он говорит нам, и он показывает две реальности. Апостол Павел в своих посланиях, когда упоминает о Ное, он говорит, что никакой грех, он не останется без наказания Божьего. И с другой же стороны, он показывает другую реальность через Ноя. Он показывает, приводя пример Ноя, он говорит, что всякий праведный человек, он обязательно будет спасенный Господом. Слава Иисусу Христу. Друзья, и сегодня этот выбор, он должен быть сделанным каждым из нас. Я не могу жить праведностью другого человека. Я должен сам принимать, каждый раз я должен принимать решение. Я хожу перед Господом. Как это делал этот Божий человек, друзья. Что еще можно здесь отметить? Посмотрите, в 14 стихе, обратите внимание, когда к нему приходит Господь. А, 13, давайте мы не будем пропускать, мы поговорим с вами о том, о реакции Бога на грех. Посмотрите, 13 стих написано здесь, мы читаем, «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями». Друзья, мы должны понимать одну вещь. Я сегодня знаю, что очень много проповедуется о гиперблагодати, об особенных, что мы можем, некоторые сегодня проповедники, они учат и говорят о таких теориях, что мы можем делать все, что хотим уже, Бог простил нам все наши грехи наперед, друзья. Мы не должны заблуждаться, мы не должны заблуждаться, мы должны понимать, читая и Ветхий Завет, и Новый Завет, точно так же, я уже сказал о посланиях Павла. И мы должны понимать, реально, что сегодня Бог, Он не изменял никогда отношение ко греху. Он по-прежнему против всякого греха. По-прежнему, когда Бог сталкивается с грехами человека, Его реакция, она не изменилась. Почему сегодня этот гнев, мы не всегда его переживаем сразу? Потому что есть благодать Иисуса Христа. Потому что мы через веру получаем прощение, через покаяние, друзья. Сегодня, к сожалению, теряется очень важный смысл в христианстве, смысл покаяния. Очень важные части христианства – это покаяние. И сегодня очень часто покаяние представляется, как это слабость христианина. Сегодня это считается как бы не модно. Сегодня иногда она смеивается над этим. Но, друзья мои, если мы почитаем Евангелие, если мы почитаем Слово Божие, мы знаем, что без покаяния невозможно спасение. Без покаяния человека мы не можем совершать наше спасение. Пусть на всех Господь благосовит. И здесь мы читаем дальше, в 14 стихе. «Сделай себе ковчег из дерева Гафер. Отделение сделай». И дальше он ему объясняет. Представьте этот ковчег. Он был очень большой. И историки говорят, что 134 метра в длиной. 22 он был. 134. 22 на 14. Представляете, какой он был огромный. Представляете, какой он был. Это был очень большой. Но я уже сказал, строительство ковчега продолжалось на протяжении 100 лет. И он ему еще дальше говорит, семья твоя, возьми всех туда животных. И вы знаете, я задумался, думаю, Господи, а зачем брать животных? Зачем это все делать? Неужели ты не мог создать новых и так далее? Нет, друзья мои. Я знаете, к чему прихожу? Я думаю, что здесь был вопрос именно вот в этих 100 лет. Они были очень важны. Потому что, когда Ной строил этот ковчег, он получает это откровение. Он получает слово от Господа. И он когда его строит, и на протяжении 100 лет продолжается эта стройка. Это была грандиозная работа. Это была очень сложная работа. Для чего это нужно было делать? Чтобы все, все в то время, когда строил Ной ковчег, все узнали, все люди, все знали, что Ной строит ковчег. Друзья, разве вы не замечаете в этом образ Евангелия? Это и есть проповедь, друзья. Это было Евангелие. Но оно было, конечно, Евангелие того времени. И когда приходили к Ною, и все задавали вопрос, что ты строишь? Ведь суша, нету моря, нету воды рядом. Зачем ты строишь этот корабль? Это непонятное, зачем ты строишь вот это непонятное сооружение? Для чего ты это делаешь? И представьте, что делал Ной. Он им всем проповедовал о покаянии. Он им всем проповедовал. И у них у всех был шанс. Точно такой же шанс, как в Ниневе. И вы помните, они покаялись. И может быть, Бог еще благословит и даст мне возможность. Я буду еще проповедовать, и я буду еще о других героях говорить. Но сегодня мы говорим о Ной. И здесь интересно, история развивается, что он это строит. Представьте, слово получить от Господа. Очень важно, друзья, иметь слово от Господа. Очень важно, особенно, когда ты находишься в служении, в каких-то ситуациях, когда ты в работе, в семье. Нам всем нужно Божие откровения. Посмотрите, в Евреям написано об этом. Апостол Павел говорит в послании к Евреям. Он говорит в 11 главе. Послание к Евреям в 11 главе. Он говорит седьмым стихом. Он, верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Слава Господу, друзья! Я хочу отметить еще очень важную вещь в этом человеке. Он был послушен Господу. Друзья, мы очень много сегодня, на самом деле, сегодня мы очень много получаем откровений от Господа. И я вот смотрю на людей Ветхого Завета. Я вообще восхищаюсь их верой, их послушанием, вот их отношениями к Богу, вот этим трепетным отношениям. Вот посмотрите, Бог ему дает чертеж этого ковчега. Он его ни разу не потерял. Он ни разу не переспросил. Он за сто лет ни разу не усомнился. Господи, а может не надо, мне трудно, да никто не верит, никто меня не слушает. Друзья, я размышляю о себе. Сколько раз я порой сомневаюсь. Сколько раз я задаю Богу одни и те же вопросы. Бог, правильно ли я это делаю? А должен ли я это сделать? Вроде бы вчера мы выходим на сцену, мы выходим на алтарь, мы свидетельствуем и говорим. Бог мне сказал, Бог меня благосовил, Бог мне открыл. Но проходит месяц, два, три, проходит год, и мы все в сомнениях. И многие люди оставляют свои служения, оставляют свои призвания, оставляют свои дары, таланты. И они перестают, они останавливаются. Они сдаются, друзья. Посмотрите, возьмите пример. Давайте мы возьмем пример с Ноя. Он однажды получил это слово, получил это откровение, он взялся за него, и он продолжал это делать на протяжении ста лет. Братья и сестры, мы сегодня даже редко можем прожить сто лет, а он в течение ста лет исполнял, он двигался за этим словом, он верой принял, друзья. Пусть нас Господь благосовит. Еще мы можем смотреть дальше, очень интересно, и размышлять об этом человеке. Я уже сказал, он был послушен. И я сказал, сегодня мы получаем очень много откровений. И сегодня, ну я бы так сказал, наверное, сегодня просто настолько обильно льется Слово Божие в интернете, разных, очень много книг, очень много литературы духовной и христианской, очень много проповедей, разных уровней проповедников, мирового масштаба, евангелистов и так далее, одарованных талантами особенных людей. И это все сегодня, вы знаете, мы сегодня имеем очень богатый стол, духовной пищи. Но знаете, что сегодня я говорю про себя, очень часто у меня страдает, я не исполнить, как мне исполнить это слово. Получается, мы получаем откровения, но проблема очень часто встает, а мы его не исполняем, а мы не исполняем его. И знаете, иногда кто-то скажет, я нуждаюсь, Бог проговори ко мне. А вопрос такой, а ты исполнил то, что ты услышал вчера? А ты исполнил то, что ты слышал, на прошлой неделе какое-то слово было к тебе. И вы знаете, всегда, когда Бог к нам обращается, Он всегда это делает индивидуально. И вот, допустим, бывает, какая-то идет проповедь, какое-то слово, и ты проповедуешь какую-то, допустим, определенную тему, а к тебе после собрания подходит человек и говорит, ты знаешь, меня Бог очень сильно коснулся, и Он совсем говорит о другом из твоей проповеди. Оно даже к твоей теме не имеет никакого отношения. Но Бог сегодня проговорил ко мне, и я получил откровение. Друзья, это и есть Дух Святой, это и есть Господь, Он индивидуально говорил в твою жизнь. И я верю, что сегодня, ты слушая эту проповедь, ты получаешь то, что для тебя сегодня необходимо. Но, друзья мои, когда мы получаем откровение, всегда ли мы приступаем исполнять его? Это бывает очень трудно. И на это требуется усилие, характер, на это требуются силы, финансы, очень много ресурсов порой, но мы должны это сделать. Если мы желаем быть как мной, если мы желаем идти до конца за Господом, если мы желаем, чтобы нам побеждающими быть, друзья, нам нужно это делать. Дальше здесь мы можем размышлять и смотреть на эту историю. Смотрите, очень интересно, 18 стих, мне очень нравится 18 стих. Вернемся в Бытие, 6 глава, 18 стих. Посмотрите, что он говорит. Но с тобою я поставлю завет мой. Друзья, это был завет. Что это был за завет? Мы знаем все. И радуга того завета, это было свидетельство, да, что больше никогда Бог не будет, не потопит никогда больше землю. Бог пообещал, Он дал этот завет. И мы сегодня, живя, видя, когда мы видим радугу, все, практически все люди знают, что она означает. И мы знаем, что этот завет, который Бог заключает с Ноем, друзья, это тоже был образ, друзья, это был образ Нового Завета. И я уже сказал, что Ноя строил ковчег 100 лет, друзья, это была проповедь, это было проповедь 100 лет. Почему это было так долго? Потому что нужно было, чтобы все люди, они узнали, они узнали о том, что им нужно покаяться, им нужно изменить свой образ жизни. Потому что Бог так же был милостив к ним, как и сегодня к нам. Посмотрите, что меня очень сильно вдохновляет в этой истории. Он сказал ему, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих. Дорогие, я знаю, что мы сегодня, мы имеем такую доктрину, да, и мы знаем, что моя вера не может спастись другой человек. Моя вера, она меня приводит к спасению. Моя вера, мои отношения с Богом, они укрепляют мою веру, они помогают мне возрастать, как духовной личности. Да, мы знаем это. И также мы знаем, что в Новом Завете есть одна из историй, когда вы помните, стражу темничному, стражу темничному сказали апостолы, спасешься ты, и весь дом твой, да. И такое очень, очень часто, такое спорное место писания, и есть такое понятие, некоторые говорят, что это было вот лично к нему, потому что такая была культура, если мужчина, он принимал решение обратиться в веру, то и вся семья его обращалась в веру. Есть такое понимание, есть другое понимание, и некоторые его трактуют, что это общее откровение, да, не индивидуальное. Друзья, я сегодня хочу сказать одну вещь. Да, я знаю, мы не верим, что моей верой может спасаться другой человек, но я знаете, что хочу сказать? Я уже с 2002 года в церкви, верующий, и служу Господу, и знаете, я хочу сказать одну очень важную вещь, что моя вера, она, может быть, сама моя вера, она не будет спасать другого человека, но моя вера, она обязательно будет влиять, она будет влиять на мою семью, на моих детей, на мою жену, на моих близких и родных, на моих друзей. Это обязательно будет происходить. И этот ковчег, который здесь написано, мне очень нравится, в 7 главе 1 стих, особенно как-то он выражает эту мысль о спасении всей семьи. «И сказал Господь Ною, войди ты, и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сём». Друзья, я верю, я верю, что Бог желает спасти не просто кого-то одного, Он желает спасать наши семьи. Я верю, что Господь желает спасать наших детей. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы вошли в это спасение не просто одни, не просто один человек, но Он желает спасать всю нашу семью. И вы знаете, я это сам пережил. Наша мама, вообще изначально наша бабушка, она пришла к вере, пришла к евангельской вере. Она начала за нас молиться. Затем моя мама пришла к Господу. И они вымаливали нас. Они сражались за нас. Они верили за нас. Они несли нас пред Господом на молитве. И вы знаете, сегодня мы все обретели спасение. Вся наша семья, сегодня мы пришли к Господу. И мы сегодня спасенные. Друзья, о чем говорит эта история? О чем она повествует нам? А она сегодня говорит о нашем мире. Друзья, сегодня точно так же, как и во вте, и написано даже, что в последние времена, будет как во времена Ноя. Ели, пили, женились. Все будет так же весело. Все будет так же, как будто бы здорово. Но на самом деле, это последнее время. И здесь говорится о спасении. И я сказал, что Ной, он был призван отразить, показать, вернее, выразить, показать нам образ Иисуса Христа. Но что самое интересное, именно ковчег здесь, ковчег, он показывает нам образ Христа, который строил Ной. Ковчег нам показывает образ Иисуса Христа. Потому что те, кто вошел в этот ковчег, они были спасены. Точно так же сегодня, кто сегодня принимает Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, он обретает спасение. И мы сегодня, уже верующие люди, мы не обречены на муки ада. Мы не обречены сегодня на страдания с этим миром. Друзья, послушайте, вроде бы испытания одинаковые, вроде бы проблемы одинаковые, но я вам хочу сказать, призванным в Господе Иисусе Христе все содействует ко благу. И посмотрите, меня очень сильно вдохновляет 7 глава, 7 глава, 17 стих, здесь написано, и продолжалось на земле наводнение. Мы знаем, что Ной вошел со своей семьей, он вошел в ковчег, и он закрыл за ним двери. Представьте, 100 лет проповеди, и ни одного покаявшегося, кроме тех, кто был в его семье. 100 лет. Я хочу тебя ободрить. Может быть, ты сегодня уже проповедуешь кому-то 10 лет, 5 лет, 100 лет, и ты разочарован, вроде бы не видно результата. Брат и сестра, Ной проповедовал 100 лет, и никто, кроме Него, не зашел туда. Брат и сестра, продолжай проповедовать Слово Божие. Это не предел. Я не знаю, сколько ты сегодня молишь за своих близких, за своих детей, за мужа, за жену. Я не знаю, еще сколько нужно это сделать времени, но я читаю это слово, и здесь написано, они вошли туда всей своей семьей. Провозглашай это слово пред Господом, молись за них, неси их на руках своей молитвы, благословляй, исповедуй спасение в их жизнь. И Бог обязательно благословит. И весь твой дом, вся твоя семья, они будут с Господом, только веруй в это, только веруй, иди за Господом сам, будь верным. Понимаете, я уже говорил о вере, да, вера, очень важный такой момент, она называется щит веры, щит веры. И вот нам нужно, особенно, если ты сегодня, знаете, может быть, ты как Ной сегодня, вот он один был в обществе, представьте, один, кто нес Божьи ценности, может быть, ты сегодня как Ной, один в своей семье, а все остальные неверующие, может быть, ты сегодня один на своей работе, христианин, и все сегодня склоняют тебя что-то взять, что-то, где-то быть нечестным, да, но ты не переступаешь, и ты это делаешь правильно, брат и сестра. Бог обязательно почтит твою веру, почтит вот эту, твою стойкость, почтит, что ты сегодня несешь Божьи законы в себе, и ты не сломился, и ты не пошел на поводу, вы поймите, у Ноя было миллионный причин бросить все, оставить, но посмотрите, Он этого не сделал. И здесь, смотрите, очень интересно в 17 стихе, и продолжалось наводнение 40 дней. Друзья, что это значит эта вода? Что сегодня это значит вода в моей жизни, в твоей жизни? Друзья, это всякие проблемы, это всякие ситуации, непонятные в нашей жизни, это различные тупики, это различные кризисы, еще что-то, да, то, к чему мы не были готовы, это вода. Написано, она не прекращалась, она просто окутывала, но знаете, с чем отличался Ной от всех остальных людей, чем отличалась семья? А они были в ковчеге, а они были в ковчеге, и посмотрите, что происходило здесь, 40 дней, и умножалась вода, и поднимала ковчег, аллилуйя, друзья, я просто вдохновляюсь, когда я читаю, просто меня Бог очень сильно касается, здесь написано, и поднимала ковчег, послушай, послушай, то, что убивает других, то, что какая-то ситуация, какая-то проблема в твоей жизни, то, это проблема для другого человека, она станет причиной, она, он не сможет ее унести, понимаешь, он не сможет, она раздавит его, но ты, если ты находишься в ковчеге Божьем, если ты сегодня в Иисусе Христе, посмотрите, там написано, а это же самая вода, она его, что делает? Она его поднимает, она поднимает его, и дальше здесь написано, и он возвысился над чем? Над землей, слава Иисусу Христу, брат и сестра, дорогой друг, очень важно, чтобы мы сегодня были в Иисусе Христе, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...